Приветствую вас, Карина. Давайте разберем ваш вопрос. Если вы говорите о том, что нормально или нет, то для вашей мамы, конечно, это нормально. Абсолютно верно. Для вашей мамы это нормально, но не нормально для вас. Соответственно, можно, конечно, говорить о том, например, что вы можете не обеспечивать ее, если не хотите. Если вы говорите, можно говорить о том, что у вашей мамы вот такой подход, вот своеобразный к жизни, да? Вот. Но у меня остается впечатление, например, что вы как будто пытаетесь с ней бороться, как будто пытаетесь ей что-то доказывать, вот. Но это абсолютно не имеет никакого смысла, потому что своей маме вы ничего не докажете. Она будет придерживаться своих взглядов, своей точки зрения, и для нее это абсолютно нормально повторяется, потому что она вот взрослый человек, который в общем и целом не будет, скорее всего, отказывается от своих ценностей, от своих идей, от своих идеалов и так далее. Вот. Но вам можно вполне себе решить, как вы будете жить в этой ситуации. Вот. Вы можете, как бы, озаботиться о тем, чтобы начинать о себе заявлять, вот, озаботиться о тем, чтобы жить в своей жизни, вот, а не зависеть от мамы. Можно много рассуждать о том, что право-неправо о вашем мамы, но суть от этого не изменится. Вот. И мне кажется, что вот тот пакт, что вы себе обеспечиваете свидетельствовать о том, что мама вообще она вероятно достаточно припорна, достаточно управляющая, вот, и, ну, может быть, она вас вот приучила к, ну, какой-то вот зависимости от нее. Вот. Так, по крайней мере, это выглядит. Вот. Потому что, ну, вам не нравится, да, вы просто терпите это, получается, как бы, и все. Вот. Вот. То есть, что это, на мой взгляд, ситуация, которая ведет, ну, ведет вас в никуда. Вот. Абсолютно. Поэтому здесь нужно максимально обращать внимание на свои желания, вот, максимально обращать внимание на то, что вы хотите, хотите, и поработать с этим, что вас задевает. Здесь вот. Это болезненность, это боль, которую вы чувствуете, когда ваша мама таким образом говорит о том, что нужно научиться замечать и проживать. Вот. Вот. Очень психологически всего это делать. Конечно, с психологом лучше всего это делать со социалитом. Вот. Чтобы не навредить себе еще больше. Вот. 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 Вот как-то так, мне кажется, мне кажется... Можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. а не бороться с мамой за место под солнцем, условно. То есть вот я понимаю, что вы хотите поддержки здесь, но я могу только сказать, что поддержать вас можно в том, что вам больно. И увидеть, что вы хотите в этом. В том, что вам больно. Именно увидеть то, что вам хочется. И проживать эти чувства ваши. И позволить маме быть собой, а себе с собой. Освоить навыки конструктивного общения, например. Вот. Освоить навыки. Дел сообщения, чтобы не использовать такие вот слова, да. как кто кого, кто чей раб и так далее. То есть ну это просто немножечко такой деструктивный путь. Вот. Потому что таким образом борьба не прекратится к вашей маме. Вот. И вы будете со временем в контрах. Ваша мама может усыпать. Например. Что она делает что-то хорошее. А вот. Потому что, ну. Еще вы же себя не обеспечивает. Вот. А может думать, что раз вы себя не обеспечивает, значит она вас защищает. Ну. А что ваши слова? Ваши слова. Ну. Для нее могут быть и значимы. Потому что она видит, что вы себя не обеспечиваете. И, соответственно, она, скорее всего, даже если бы вы себя обеспечивали, она бы, все равно бы, как бы, относилась к вам так. Потому что, по всей видимости, у нее такой, ну, такие ценности, что по-другому она просто не умеет. По-другому она просто, ну, не способна. Может быть, вы вот. И мне кажется, что вам надо будет для себя понять, что ваша мама, она вот такая. Она не будет другой. Вы, как мне кажется, ждете от нее вот того, что она изменится. Вот. А она не изменится. Ну, потому что, это, это невозможно. Вот. Возможно, чтобы она изменилась. Вот. Вот. Это нереально просто. Вот. И, соответственно, когда и если вы пристанете ожидать от нее, вот, ну, перемен каких-то, у вас освободится больше энергии для себя. Вот. И, соответственно, вы сможете уже гораздо продуктивнее заниматься, ну, вот, собой, своей жизнью, а не тем, чем вы занимаетесь сейчас. Вот. Сейчас вы просто боретесь со своей мамой. Вот. Вот. Ну, это борьба с ветерными медицами. Вот. С другой стороны, есть важный нюанс, что вам больно, что вам тяжело, что вам трудно, вот, и эмоции вам как бы выстилают глаза. Вот. 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 Это тоже, в принципе, понятно. Это, ну, понятный момент. Момент тоже. Ну, именно эмоции, что нужно проживать. Потом здесь вам нужна психотерапия и помощь в апрессивной гармонии и почве под ногами. Ну, да. А еще немало важных моментов. Вы говорите, что учитесь в университете, да, и говорите, что подорабатывали. Вот. А, как бы, ну, какие у вас интересы, то есть насколько вам интересно собственное развитие, насколько вам интересен свой собственный путь, потому что, на мой взгляд, как-то вот вы отношения с мамой, как будто бы выделяю и выделяю. Это такое ощущение, что вам очень важно показать и доказать маме что-то. Ну, насколько интересна вам твоя жизнь. Вот что важно. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над фабу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...